Дорогие друзья, наша программа Слушайте, Алексей, сколько у вас медведей? Вот таких маленьких четверок, тех, которых я готовлю сейчас еще А взрослых? Взрослых, три больших медведя, которые сейчас уже полноценно работают недавно И этих маленьких мы туда постепенно вводим, то есть в эту группу С чего начинается, ну вот кроме как поездок на лошади, начинается дрессура медведя? Ну вы знаете, с самого... Какие первые шаги у него? Первые шаги? Есть сгущенка по команде Вы знаете, когда мы их взяли, они были совсем маленькие Им, наверное, даже еще месяца не было И первое, чему мы их обучали, это просто кушать Из соски мы их выкармливали, они жили дома И то есть даже там ходить как-то, они даже не ходили, они ползали Поэтому вот первые шаги, они, естественно, делали у нас дома Они жили месяцев до четырех Мы с женой их выкармливали, здесь четверых И уже когда это стало невозможно, содержание этих хищников Потому что вся мебель и страдает, в общем, все Ну конечно Кошка живет под диваном И все остальные У кошки стресса, она такая подкатывается Мы с супругой тоже Поэтому, ну сейчас они уже живут в цирке У них свои вольеры клетки, где они содержатся Ну а вообще, мы уже, наверное, месяцев с трех-четырех Полноценно репетируем и на манеже с ними Каждый день практически, кроме понедельника Понедельник у них выходной Заслуженный, да? Расскажите вот про его расписание дня Значит, и что он любит кушать, кроме вот сгущенки Я понимаю, что он за нее, правда, родину продаст Вы знаете, с утра у них начинается день Где-то вот в полдевятого приходят ребята, которые ухаживают за ними Они убирают там все И происходит кормление Едят они с утра чай с хлебом Сушки, баранки, я прям представляю Ну это не совсем выглядит так, да Не из чашечек они пьют, у них специальные миски Но это обыкновенный чай, тот же, который мы пьем по утрам, да Он с бирогомотом предпочитает С хлебом, бывает с хлебом, с маслом, с повидлом То есть, а почему вот они так любят сладкое, интересно? Ну, вы знаете Просто вот нравится, да? Что такое медведь, да? Он мед ведает, да? Где находится мед? И вот от этого же и название даже его произошло То есть они большие сладкоежки Все, что сладкое, все, что связано со сладостями Это для них просто вот невероятный кайф Алексей, а сколько весит годовалый малыш? Любите, изгущеночки Вы знаете, несмотря на его небольшой рост Он весит уже около 50 килограмм А они очень тяжелые А большой, когда он будет, сколько будет весить? Вы знаете, вот самый крупный вообще Вот в природе, который может существовать Бурый медведь наш, российский Ну, где-то около 300, наверное, килограмм 350 максимум А у меня самый крупный медведь Сейчас где-то около 150 килограмм Тогда у меня вопрос Да Вот как вы не побоялись таких огромных хищников? И вот мы знаем, что 15 лет У вас уже цирковой опыт И вы выбрали именно дрессуру медведей Почему? Ну, на самом деле, это очень интересное животное Я работал не только с медведями Я вот за весь свой путь попробовал поработать с разными животными Но вот остановился на них Потому что, наверное, в интеллектуальном плане Во-первых, это очень такое сильное животное Которое очень быстро соображает Очень умное животное И физические возможности у него гораздо больше Чем, наверное, у какой-нибудь коровы Ну, как-то редко у него коров в цирке Он воплощение силы Он воплощение ума И такой вот русскости, правда, да Поэтому, наверное, медведь А может, просто это какой-то вот Ну, наверное, судьба может А не страшно? Это вот самый опасный зверь, с которым вы работали? Или были там... Ну, как бы, понимаете, везде есть свой какой-то риск И даже... Ну, собака, все, согласитесь Да, но медведь, конечно, да Наверное, можно назвать в России Один из самых страшных хищников Вы знаете, из-за того, наверное, что я их вот брал Вот такими маленькими Выкармливали Как дети, да? Да, у нас отношения между нами Вот как вот с домашними питомцами Как с детьми, понимаете? Вот я, если приду кому-нибудь в гости У него будет какой-нибудь кавказец Естественно, тоже буду испытывать какой-то страх Мало ли что ожидать этого кавказца А график вашей работы полгода через полгода? Он же спит или они не спят? Нет, вы знаете, медведи в цирке Они в принципе не засыпают Да, у них есть такой... Такие, вы знаете... Есть период, они когда Более заторможенные такие, так скажем Да, у них замедляется обмен веществ Они меньше едят Ходят на часы, вам покажут, говорят, алё Календарь Не совсем так, нет Но, да, замедляется обмен веществ Они не такие активные Ну, то есть, зритель это даже не поймёт А сейчас вот это не тот период у него? Нет, сейчас он уже проснулся Высасывает банку И чисто моё, как я заметил Вот чем старше медведь становится Тогда он больше уходит в спячку Пока он молодой, это вообще незаметно То есть, настолько они активны Гулять, гулять, играть Да, да, да Алексей, да, давайте тогда ближе к вашей цирковой программе И называется она Баранинский табор А, да, наш аттракцион называется Да, 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 и мы знаем, что там на арену выходят и лошади, и медведи Вот вместе Как эти животные взаимодействуют? Они не боятся друг друга Они не дерутся между собой Помимо того, что вот зрители приходят и видят в цирке картинку, которую мы подаём Всё красиво, всё вот так Но за этим стоит огромный труд То есть, дрессировщиков и того же самого балета И обслуживающего персонала То есть, вот с самого детства, начиная с трёх-четырёх месяцев медведей И лошади так же, как они появляются То есть, мы делаем совместные репетиции Совместные, просто там ходить рядом, чтобы они привыкали к друг другу Это не делается за один день, это делается годами То есть, вот сейчас им уже год И я планирую только-только первые шаги И, ну, полноценно работать, ну, не раньше, чем через полгода То есть, это года Номер готовится около двух лет Прежде чем он выйдет, так скажем Да, естественно, приучаем и к свету, и к звуку И балет приучаем к медведям И медведей к балету И лошадей И ещё не скажу, что может Так, может быть, не повезти Что, допустим, лошадь окажется Какая-нибудь там Темпераментная Да, и он вот категорически скажет Боюсь я ваших медведей, не буду я здесь То есть, всё здесь взаимосвязано Это каждодневные репетиции, каждодневный труд В общем, друзья, познакомиться поближе с медведем Барни С Алексеем Плотниковым Вы сможете весь апрель в Екатеринбургском цирке Там дают шоу Гии Эйрадзе Баранетты Наш интервью подходит к концу Так же, как и банк сгущенки Который уже, кажется, заканчивается Мы забыли пожелать приятного аппетита этому медведю Ну что ж, друзья, мы очень скоро вернёмся в эту студию А пока программа события Самые интересные новости Свердловской области